Добрый день, уважаемые цветоводы! Сегодня мы с вами поговорим о розах и о том, чем подкормить розы весной и летом для пышного цветения. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы розы радовали вас своим цветением, им необходим правильный уход и внесение удобрений в виде азота, калия и фосфора. Самое главное значение для стимуляции цветения розы имеет фосфор. Во-первых, он влияет на размер цветков, его количество влияет на количество бутонов. Также фосфор стимулирует появление новых корней, от этого растение становится крепче и, соответственно, лучше цветёт. Однако не следует забывать про азот и калий, который тоже необходим растению, а также не стоит забывать и про микроэлементы, которые должны находиться в достаточном количестве. Итак, чем же мы можем подкормить наши розы? Подкормка, например, куриным помётом, раствором коровяка. Если мы говорим про куриный помёт, то его разводят 1 к 20, если это свежий помёт, или же 1 к 10, если это перепревший. Раствор застаивают 4 дня, затем разводят водой 1 к 3, а для навоза 1 к 10. Подкормка настоем различных трав, сорняков, заполняется ёмкость всей этой травой, сорняками, на 3 четверти бочки, добавляется 2 столовые ложки кальцинированной соды, опять доливается вода, дожидаетесь, пока всё это перебродит, процеживаете и разбавляете в пропорции 3 к 10. При этом проводите внекорневую подкормку. Подкормку можно проводить также минеральными удобрениями. После того, как сойдёт снег, 20-30 граммов на 10 квадратных метров аммиачной селитры. Калийно-фосфорное удобрение вносится несколько позже. По 10 граммов суперфосфата и 10 граммов сульфата калия на 10 литров воды. Эту подкормку можно повторить в июле месяце. И в раствор вы уже добавляете приблизительно 500 граммов куриного помёта, добавляете 10 граммов нитрофоски и также добавляете древесную золу в количестве 100 граммов. Вот такие подкормки являются одними из самых важных. Кроме того, вы можете пользоваться комплексными удобрениями в виде агриколы 5 мл на 1 литр воды для корневой подкормки. Можно пользоваться бутоном, прекрасное удобрение и также жидкое удобрение, флоровит, который выпускается в жидком виде и также в виде порошка. Вот такая подкормка должна осуществляться. Продолжение следует...